Мы рисуем вот так, потом вот так, а потом вот так. И у нас крыло расправляется. То есть вы можете нарисовать как со сложенными крыльями, так и с расправленными. Олеся Юшкова художник-анималист, показывает детям, как, зная основу анатомии, правильно нарисовать летучую мышь. Многие мышек не любят и даже боятся, но Олеся уверена, научившись ее рисовать, можно лучше понять и даже полюбить это животное. Больше 11 видов таких мышек обитают в пещерах Тигресского заповедника на юге края. Попасть туда обычному человеку крайне сложно. На помощь приходят медиатехнологии, о которых недавно любители природы и мечтать не могли. Эта технология панорамная 360 градусов позволяет перенестись на точку и осмотреться, как если бы мы находились в точке наблюдателя. Можно очень легко перескакивать на территорию. Например, мы были только что в Тигрекском заповеднике. Нажимаем кнопку и оказываемся в зимний период на территории Алтайского заповедника, например, на одной из его кордонов. Первый заповедник в России появился 101 год назад. Однако по-настоящему знакомить людей с первозданными красотами начали не так давно. Для Барнаула это и подавно первое большое заповедное мероприятие. Лекции, мастер-классы, выставка – все для того, чтобы образ Алтая заиграл новыми красками. Чтобы узнать ее красоты, пейзажи, познакомиться поближе, узнать для себя что-то новое, посмотреть все просторы. Алтай, он же многогранен. Между тем, многие заповедные уголки находятся гораздо ближе, чем кажется. Алексей Эбель объясняет. В крае больше 40 особых природных территорий заказников, многие совсем рядом с Барнаулом. Где можно увидеть редкие и порой уникальные виды растений и птиц. В Кислухинском заказнике обитает такая редкая хищная птица – змеи, яд. Ну, пока тоже не знаем где. Там же у нас рядом с Барнаулом очень много орхидей. И у нас там есть одно место, вот мы в прошлом году тоже открыли, где на буквально там 20 сотках, да, у нас 11 видов орхидей растет. Не все краснокнижные, но тем не менее, как бы, обычного человека спроси, он будет удивлен, что вообще в Сибири есть орхидея. Возможность насладиться красотами родного края у жителей еще будет. Фотовыставка «Живая природа Алтая» продлится до начала февраля. Ирина Корчагина, Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.